Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я зашла в чат моего телеграм-канала, почитала, что пишут пользователи, и еще раз поняла, еще раз убедилась в том, почему нам на данный момент не удается одержать победу. А для каких-то сдвижек, которые происходят благодаря нашему сопротивлению, даются за счет титанических усилий. А все, друзья, потому что у нас люди страдают синдромом выученной беспомощности, синдромом маленького человека, занимают вот эту пораженческую позицию, и вместо того, чтобы пойти и начать что-то делать, совершать полезные действия, и занять проактивную позицию, они занимают вот такую позицию, пассивную позицию сидящего на проперданном диване. Послушайте, что пишут. И главное, они в нагло игнорируют законодательство, так как мы платим за что, когда нам ничего не принадлежит, когда можно просто по беспределу открутить счетчик. Обдираловка населения, у меня умный счетчик насчитывает на 300 рублей больше. Вопрос, нахера ты его поставил? Дальше. Ездила на консультацию к юристу от КПРФ, нашла куда съездить. Именно к коммунистам, к этим политическим проституткам надо ехать на юридическую консультацию. И что они вам там скажут? Они скажут, принимайте участие в выборах, голосуйте против Путина. И это мы слышим уже 30 лет. Коммунисты обещали, представители КПРФ, юристы якобы, обещали Алле Салаховой помочь. Когда помните, у нее была ситуация, ее избили в полицейском отделе. После того, как она на избирательном участке стала требовать вот эту вот избирательную книгу со списком избирателей, ее оттуда выгнали, составили ей протокол и собирались арестовать на 15 суток. В итоге для нее все закончилось хорошо, она оделась легким испугом. Ну, правда, естественно, у нее были результаты побоев на теле в виде синяков, царапин. Потом ей вывих в результате, в процессе вот этого избиения в отделе полиции, ей вывернули шейные позвонки. И когда дело передали в суд, на нее завели протокол, административное дело передали его в суд, ей коммунисты пообещали прислать юридическую помощь в апелляции. И это полный бред, это лапша на уши, потому что в апелляции это будет уже бесполезно, их юридическая помощь обещанная. Во-первых, они никуда бы не пришли, я в этом просто уверена. А во-вторых, если ты не заявил на первом заседании все свои требования, все свои возражения, не представил ходатайства, в апелляции тебе апеллировать будет не к чему. И ни на что ссылаться ты уже не сможешь. Я ей сразу сказала, что они ее напали. Но Алла мне не верила. В итоге до апелляции, слава богу, не дошло. Но я возвращаюсь к этому комментарию. Ездила на консультацию к юристу от КПРФ. Друзья, ну это говорит о том, что человек просто ни в чем не разбирается. Юрист от КПРФ это не юрист. Это прежде всего участник партии политических проституток. Потом, даже если вы найдете юриста не от КПРФ, в основном юристы, если говорить о долгах ЖКХ или о долгах по кредитам, их общая рекомендация это надо все выплатить, а потом уже там идти задавать вопросы, я не знаю, банку или жилищной компании. Но все долги нужно обязательно выплатить. Друзья, это полная ерунда, вы же понимаете. То есть на самом деле у них нет права устанавливающих документов для того, чтобы с вас взыскивать долги. Но тем не менее юристы в большинстве своем дают такие консультации. Это не те юристы, к которым нужно обращаться. Запомните, если у человека вывеска, перед ним стоит вывеска юрист, это не значит, что, во-первых, он компетентный и даст вам грамотную консультацию, ту, которая вам нужна. А во-вторых, это не значит, что он в принципе не является мошенником и просто раскрутит вас на бабки. Так, дальше. Их действия, он подтвердил, да, их действия незаконны. А ты что, сама что ли, своими мозгами пошелить не можешь? А толку? Я и сама юрист. Народ всю эту оферту принял в 90-е. Ничего не сделать. Ну все, осталось наложить на себя руки и просто умереть. Ничего не сделать, оферту приняли. Как приняли, так и отказались. То, что они придумали вот этот договор акцепции, что вы там что-то акцептировали, поэтому начали оплачивать капремонт, это тоже лапша на уши. Это BS, bullshit. Это просто бред. И вот такие вот, такие комментарии говорят о том, что это уже безнадежный случай синдрома выученной беспомощности. Сидите дальше, ничего не делайте, выплачивайте по умным счетчикам. Вы заслуживаете вашей судьбы, что вас обдирают, держат вас в нищете, в рабстве. А умные счетчики, мы с вами говорили, это только начало, потому что программу энергоэффективности они постепенно разворачивают. Вы знаете, что были отмечены еще в 2021 году дома были отмечены классами энергоэффективности. А сейчас они начали потихоньку уже переходить к практическим действиям. Сегодня в почтовом ящике я нашла вот такое вот оповещение. Так, давайте я вам зачитаю. В соответствии с проведением социальной программы энергосбережения и повышения сохранения тепла в период с 1 ноября 2023 года по 25 ноября 2023 года будет проводиться замена окон, остекления и отделка балконов и лоджий по заводской стоимости. Заявки принимаются от жителей, ну указан телефон, при государственной финансовой поддержке. Пенсионерам и владельцам социальных карт энергосберегающий теплопакет устанавливается бесплатно. И вот управление какое-то, смотрите, управление, какая-то подпись, само управление, видимо, подписало. Друзья, ну это понятно, что это полная хрень, это можно выкинуть в мусорное ведро, но с другой стороны это не полная хрень, потому что они уже начали заводить вот эту тему, вот эту идею, что нужно, у вас не энергоэффективный дом, вам нужно обязательно утеплить вашу квартиру, пока мы вам пенсионерам и различным там инвалидам, мы многодетным, мы сделаем с большими скидками, про бесплатно даже не верьте, ничего бесплатно, бесплатно осталось в Советском Союзе, сейчас ничего бесплатного у нас нет, бесплатный шлифер только в мышеловке. Короче говоря, мы вам поставим, утеплим вашу квартиру, чтобы вы меньше за нее платили, поскольку ваш дом не энергоэффективный и вам подняли тарифы ЖКХ. Вам их и так поднимут, но просто тем, кто живет в неэнергоэффективных домах с низкой энергоэффективностью, будут предлагать вот такие вот утепления различные, энергосбережения, иначе ваша квартплата будет запредельной, за гранью. Друзья, вот в принципе вот это направление они нам уже обозначили, вот этой маленькой листовочкой они положили начало к системе энергоэффективности, ну я имею ввиду начало уже практических шагов по утеплению квартир. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к иску, которую я уже до конца ноября подам по энергоэффективности. Я вам говорила, предлагала тоже написать обращение Собянину. Меня поддержала только одна подписчица, она тоже написала обращение. Ей пришел такой же ответ, как под копирку, как пришел мне жилищник за это время выудил откуда-то вот эту декларацию по энергоэффективности. Это липа, полная фальсификация, фальсификат. Никакие жители свои отчеты об энергоэффективности не сдавали, но документ они этот, короче говоря, сфальсифицировали. И как раз на это я буду подавать в суд, ну естественно с помощью юриста Владимир. Я сделаю это до конца ноября, и к этому иску можно будет присоединиться удаленно. Я, правда, не знаю здесь про конкретный район, на самом деле идет речь, но я думаю, что мы выработаем какой-то способ этот иск поддержать для тех, кто захочет его поддержать. Друзья, еще напомню, я уже делала объявление насчет иска против отмены наличности. Наше движение продолжается, ничего не закончилось. Да, 28 августа судья Елизарова в московском областном суде попыталась нас по беспределу слить, но мы подали частную жалобу на ее слив. И 5 декабря на улице Верейская в 1-м апелляционном суде будет рассматриваться наша частная жалоба. Друзья, присоединяйтесь. Я понимаю, что многие рассчитывали, что нам сразу наши требования удовлетворят, но помните, как сказал Авраам Линкольн, победу надо отвоевывать по дюймам, чем мы, собственно, и занимаемся. И время в данной ситуации работает на нас, потому что все больше людей начинают открывать глаза, несмотря на обилие таких нытиков, чьи комментарии я сегодня зачитала. Тем не менее, очень многие люди открывают глаза и присоединяются к сопротивлению. Друзья, пожалуйста, изучите список юридических документов, которые я предлагаю. Также посмотрите видео про ЖКХ, первая, вторая часть. Прежде чем мне писать, я каждый раз это повторяю. Ознакомьтесь сначала с этими видео, где я подробнейшим образом рассказываю алгоритм действий. Не надо мне писать сообщение, я хочу отказаться от незаконных поборов, с чего мне начать. Просмотрите видео и потом уже мне пишите конкретику какую-то. Просто поймите, что у меня огромный поток сообщений, и я не могу объяснять одно и то же, что я уже объяснила в этих видео. Просто имейте уважение к моему времени, к моему труду. Друзья, я благодарю вас за поддержку. Спасибо, что смотрите. Делитесь моими роликами. До новых встреч.